Всем привет! Меня зовут Всеволод Трукчинский. В интернете я известен под ником Flood Drop. Я работаю в компании Яндекс. Я занимаюсь разработкой как и фронт-энд компонент, так и бэк-энд компонент, как и малонагруженных сервисов, так и высоконагруженных сервисов. Занимаюсь я этим уже около трех лет. И, как уже объявил Вадим, сегодня я расскажу об утилите, которая экономит мне уйму времени и, грубо говоря, кормит и поет меня и одевает. Мой доклад называется NPM. Он будет, естественно, про NPM. И это на данный момент самая огромная экосистема модулей для фронт-энд разработки на Node.js, не на C-Sharp. И у нее есть очень такое интересное свойство. Она очень активно растет. Здесь легко заметить, где на этом графике NPM. Он вот тут. Буквально вчера была примечательная дата. В NPM опубликовали трехсоттысячный модуль. И всего модулей было там скачано 1,2 миллиарда. После него идет здесь Java, потом Python, C-Sharp где-то там в этой кучке. И 300 тысяч модулей — это очень много. Там есть практически все. Все знают, что такое jQuery, Bootstrap и все уже наслышано об NPM. Там это есть. Если вы заходите в рядми какой-то библиотеки, скорее всего, они скажут, вот, у нас есть пакет в NPM, сходите исключать оттуда. Там есть все фреймворки. Популярные Backbone, Ember, Angular, React, библиотеки для React Redux. Там есть все сборщики, которые когда-либо были популярны во фротенц-сообществе. Grand, Gulp, Webpack. И что интересно, сам NPM выложен в NPM, и вы можете его обновлять через NPM. Как это счастье себе получить на компьютер? Это очень просто. Вы должны зайти на сайт Node.js, скачать там бинарный установщик, класснуть пару раз, далее, 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 и вуаля, у вас появится NPM в консоли. Откуда NPM берет свои пакеты? Бытует мнение, что после запуска команды install он берет и ходит в GitHub. Это практически так в некоторых случаях. Он из-за того немножко сложнее, у него есть кэш, он ходит в свой registry, у них накручен такой серьезный CDN, но также он поддерживает хождение в NPM, в ваши приватные репозитории, что бывает удобно. Если у вас такая скрытая компания, то между NPM и вами встает proxy server, куда выкладываются приватные пакеты. NPM Enterprise я не рекомендую, он стоит конские деньги, поэтому есть open source кишения, но о них сейчас не будем. Собственно, хорошо, NPM мы получили, как теперь найти то, что нам нужно? Самое первое, что приходит в голову, это пойти на их сайт npmgs.org, там есть строка поиска, и вбить, допустим, мне нужна библиотека для создания HTTP запросов. Я вбиваю HTTP request и получаю там неадекватную выдачу. Очень редко NPMgs.org выдает мне что-то адекватное. Здесь появляются модули в FDHP request, которых я в первый раз узнал, готовят этот доклад. И поэтому open source сообщество не осталось в стороне, был сделан более интеллектуальный поиск, находится он по адресу NPMs.io, я его рекомендую использовать, ну, кроме вашего любимого поисковика, конечно. И он уже выдает релевантные результаты в библиотеке request, суперагент, год, даже показывает какие-то счета, там 80 каких-то енота баллов, я не знаю, что это такое. Едем дальше. Нашли мы нужный нам пакет, теперь как же использовать NPM, какие команды в нем есть. Собственно, про это и будет мой весь следующий доклад, и я пройду по всему тому циклу, который я использую в своей работе каждый день. От установки пакетов до их публикации. Первая команда, которую я вам рекомендую выполнить, это обновить NPM. Очень странно делать доклад о такой популярной утилите, которая сейчас сломана. Дело в том, что NPM, который сейчас поставляется с версии Node.js 6, до последнего патча Node.js, он не публикует некоторые файлы. Самое обидное, что он не публикует файл Index.js. Поэтому обновитесь, чтобы не опубликовать сломанные пакеты. Собственно, что такое сам пакет, который мы публикуем? Эта штука простая. Первое — это архив с файлами. Я не знаю, что может быть проще. Это не докероброс, это не деппакет, это просто архив. Но у него есть ключевое отличие от остальных архивов. В нем есть особенный файл. Это package.json, который описывает, что это такое, как пакет называется, от кого он зависит. И кроме него вам ничего не потребуется, чтобы описать ваш пакет. Как его создать? Этот файл создается через npm, редактируется через npm, обновляется через npm, и в npm сделано все, чтобы вы этот пакет руками не трогали. Почему? Этот файл содержит себе json. А json, как вы все знаете, это капризный формат, значит, кавычек, запятых. И бывало, что приходили pull-реквесты ко мне, где не хватало запятой, и вроде бы пакет уже невалидный. Поэтому запускаем команду npm init, у нее есть флаг yes, чтобы она не спрашивала вам одни и те же вопросы постоянно. И у нее одна задача. Она этот файл создает. Ну и все. Этого бывает мало. Как бы пакет, у которого есть только package.json, это не пакет. У него польза маленькая. Поэтому в своей практике я очень часто использую генераторы. Кто слышал, что такое EOMN и генераторы? Так, держите руки. А кто использует? Два человека. Клево. Надеюсь, сейчас будет больше. Соответственно, этот генератор называется генератор nm, node-module. И в нем есть очень много полезных преднастроек, тесты, документация, значок Travis, который все мы любим. Поехали дальше. Вот так выглядит этот JSON-чик. Всего тут 10 строк. Я умею считать. Я умею считать. В нем есть имя пакета, версия. Есть специальная секция scripts, о которой я скажу позже. Лицензия. Но нет самого главного, самой мощи npm, это здесь не описаны зависимости, потому что пока наш пакет ни от кого не зависит. Чтобы добавить туда зависимость, не надо, я еще раз скажу, не надо долезть руками. Есть команда npm install. У нее есть флаги save и save dev. Это самые полезные флаги в моей практике. Я им всегда пользуюсь. Чаще, чем другими. И первый флаг запишет в данном случае вебпак в зависимости для продакшена. Так делать плохо. А второй флаг запишет вебпак в зависимости для разработчиков. Это более правильное место для вебпака. Мы берем, запускаем эту команду и видим страшное. Вебпак зависит от очень многих модулей, которые в свою очередь зависят от многих модулей. И это, наверное, в каком-то плане хорошо. После того, как он поставился, это может быть не быстро, у вас появится секция dev dependencies, где будет написано, все, мы зависим от вебпака для сборки. И у него будет вот такая версия с магическим крышиком. Что это такое? Это simver. Simver — штука страшно волшебная. Все в нее верят, но по факту это просто три цифры. Кратко. Третья цифра — это патчевая версия. Она означает, что когда она поднимается, то в вашем коде, в принципе, ничего не должно поменяться для использования этого модуля. Минорная версия, похоже на патчевую, она сигнализирует вам, что появился какой-то функционал. Возможно, вам стоит сходить в Redmi и посмотреть, что обновилось, что появилось нового. И самое страшное мажорное обновление, которое всех пугает и все его не любят, оно говорит, что монтейнер модуля уверен, что у вас все сломается, поэтому прийти, пожалуйста, в Redmi, и вот вам работа еще на два дня. Первый минус — это просто договоренность. В принципе, мажорка может тапнуться и ничего не сломаться у вас. Это бывает. Бывает, что поднимается патчевая версия, и все в огне у вас, в рот ложится. Такое тоже бывает. Второй интересный момент. Даже в спецификации 7-вер написано, что модули с версией мажорки меньше нулевой не бывает. Но NPM считает по-другому. 70% модулей в NPM имеют версию не мажорную, единички там нет. Поэтому, когда вы добавляете их, ну, знайте, что никто вам ничего не гарантирует. Теперь что же такое крышек, тильда и х. Кто знает, что такое крышек? Хорошо. Ну, про тильду все уже тоже, наверное, знают. Я напомню. Если вы видите тильду перед версией, это значит, что нужно обновлять только патчевые версии, начиная с 1.0.0. Крышек говорит, что патчи и минорные версии, то есть 1.0.1 до 1.9.9. И х — это обновлять цифру на месте этого х. Собственно, все-таки, ну, фу, зачем ты это говоришь, все это знают. Недавно в коде обнаружилось вот такое. Кто мне скажет, какие версии у меня будут поставлены? Это один пакет в Яндексе. Такой вот. Непонятно. Вот чтобы такие ситуации понимать, есть специальный сайт simver.npm.js.com, где вы можете эту версию вбить и посмотреть, что будет. Кто первый в Twitter с тегом ВСД напишет, какие версии, рейндж-версии через терешечку будут ставиться, соответственно, тому приз. Едем дальше. Хорошо. Зависимости понадобаляли. Пришла собирать production. Второй полезный флаг, который используется во всех наших сборках, это минус-минус production у команды install. Но он делает то, что написано. Он ставит все зависимости, которые указаны в production-зависимостях. Это круто, но если у вас настроена сборка через continuous integration, и вы собираете проект с нуля, собственно, ставите все зависимости без production, делаете build вашего проекта, запускаете тесты, если они выполнились, то тогда вам нужно собрать и отправить это все в production. В этом месте вам поможет команда npm prune production, которая подчистит dev-dependencies, не удаляя node-modules полностью. Как я уже говорил, ставить все зависимости с нуля — это долго. Все круто, проект выехал в production и развалился. Что произошло? Произошло вот что. Скорее всего, какая-то из зависимости обновилась, потому что у них не столько все зафиксировано. Где-то крышек, где-то страшная звездочка, про которую нельзя говорить. И чтобы с этим бороться, мы используем shrink-wrap команду. Эта команда фиксирует точные зависимости для вашего проекта текущая. Она фиксирует все зависимости и создает файлик npm shrink-wrap.json. Я его не буду переводить, он очень большой и страшный, зато я вот отойду отсюда, у меня духи не съедят. И вот в веб-паке можно наблюдать вот такой пакет версии 0.0.0. Как он апнется, я боюсь сказать. Когда он апнется, что будет. Поэтому помните про него, пожалуйста, и делайте shrink-wrap, чтобы он не апнулся. Это уже хорошая причина использовать shrink-wrap, но есть еще одна. Он ускоряет вашу сборку, ну, npm install в 2,5 раза. Понятно почему. Он фиксирует все это дерево, и npm не ходит проверять версии каждый раз на каждый пакет. Это круто, но этого мало. Что будет, если, допустим, npm упадет? Такое бывает. Чтобы избежать этого, есть полезная, очень полезная утилита в моей практике. Это shrink-pack. Вы делаете shrink-wrap, фиксируете все зависимости, включая дев для разработчиков, запускаете эту команду, устанавливается она через npm install shrink-pack с флагом минус-г. И эта команда скачивает все targz-шники с пакетами в специальную папку not shrink-wrap. И это оберегает вас, мало того, что оберегает вас от того, что npm пойдет, у вас будут все зависимости в репозитории. Она еще и меняет сам npm shrink-pack.json. Она выставляет пути до этих targz-шников, и npm уже не ходит по сети никуда. Бывали проблемы, что build-агенты у нас заваливались, ну как бы не заваливались, они начинали тупить. Потому что запускалось параллельно 5-6 сборок с npm install, и они забивали сеть буквально. Начинали туда ходить. В принципе, штука очень полезная, но она не показывает вам, какие у вас версии устарели. Для этого есть тоже специальная команда npm outdated. Она в читаемом формате показывает, какая у вас версия, какая версия разрешена в вашем пакет-жессоне через крышки, и какая последняя. Если у вас какая-то неделя написания тестов и обновления зависимостей, вам эта команда поможет. Но если у вас очень много модулей в поддержке, как у меня, то ходить по ним и каждый раз запускать эту команду, это бесчеловечно. Поэтому есть специальные утилиты и сервисы, допустим, David.dm, которым я пользовался до недавнего времени, он сам ходит в npm и проверяет, какие версии у вас уже устарели, а появились новые, и пишет вам письмо. Естественно, это очень быстро надоедает. Поэтому люди подумали и сделали другой сервис Greenkeeper.io, который я уже рекомендую. Он поступает более хитро, он не пишет вам письмо, он делает pull-request в ваших репозиториях с поправленным пакет-жессоном. Это мало того, что полезнее, что вы можете нажать мерш, так еще и у вас, наверное, запустят тесты. Это вам сэкономит время. Хорошо, зависимости добавили, вроде бы пора уже и build нажать. Поэтому теперь поговорим про то, как использовать npm как сборщик. У нас в Яндексе все события в жизни идут по спирали. И у нас в Яндексе мы начали с make, потом перешли на grant, его выбросили, сказали, ну все уже, никто им не пользуется, пришли на gulp, потом его выбросили, сказали, он не работает, и подумали, куда бы дальше идти. И решили остановиться просто на npm, потому что в нем есть нормальная, я не скажу, что хорошая, как в make, нормальная система выполнения команд. npm поддерживает 4 шортката на выполнение, старт, стоп, рестарт и тест. И то, что они будут делать, описывается в единственном файле, который у вас есть, это package.json в секции scripts. Здесь можно видеть, там, не знаю, сзади, наверное, не можно видеть, я прочитаю, что команда тест, ну, объявлена как в объекте ключ тест, выполняет эхо error node test и выходит с команды 1. Хороший тест. Вы можете сюда записывать свои команды, допустим, команду для сборки, npm build, ну, команду build и вызывать ее через npm run build. Вот так писать не надо. Почему? Первая команда плохая, потому что в ней просто написан относительный путь, но она нормальная, неплохая. А вторая уже плохая. В ней написан абсолютный путь до глобальной установленной зависимости. Это плохо, потому что вы не контролируете версию, допустим, в данном случае тест раннера, и обязываете ваших разработчиков ставить эту зависимость глобально. Это плохо. Так не пишите. npm run об этом позаботился, и вы можете писать просто вот так. Webpack и AVA. Почему это работает? Потому что npm run добавляет переменное окружение path node modules.bin. И все бинарники, которые ставятся из dev dependencies, там доступны. Кроме того, npm run предоставляет вам лайфхуки на события. Когда вы вызываете, допустим, start, npm run вызывает три команды. Pre-start, start и post-start. Таких хуков много. Практически на любое событие в вашей жизни, наверное, здесь есть хук. Но кроме одного. Кто знает какого? Самое частое событие в жизни разработчика. Почти апдейт. Коммит. Здесь нет коммита. Это плохо. Потому что чаще всего разработчики коммитят в репозитории код, который иногда написан с пробелами, а не табами. Это почему-то всех раздражает. Я не знаю почему. Чтобы раздражать не всех этого разработчика, есть модуль Husky. Вы его добавляете в dev dependencies, и когда он устанавливается, он добавляет уже в git хуки команды, которые указаны здесь. Pre-commit, pre-push, есть еще post-commit, post-push. И теперь ваш разработчик уже будет немного злее, но будет пушить в репозитории проверенный код. Все хорошо. Код написан, протестирован, закоммичен. Пора бы уже и публиковать. Как происходит публикация в NPM? Ну, понятно. Просто так публиковать модуль не имеет смысла, нужно ему поднять версию хотя бы, чтобы люди знали, что он обновился. Это делается опять же командой version, в которой аргумент это либо три ключевых слова patch minor major, либо конкретная версия. Эта команда тоже не очень такая тривиальная. она создает commit с поднятой версией у вас в git и ставит тег на эту версию. После этого вы можете выполнить команду npm publish, и вроде бы все, пакет собрался, улетел, мы пошли домой отдыхать. На самом деле нет. Чаще всего после npm publish я еще полчаса сижу и смотрю, все ли я правильно сделал. И в моей практике я получил такой чек-лист перед тем, как выполнить эту магическую команду publish. сразу говорю, он не маленький. И каждый в нем поинт — это те грабли, которые мне пролетали по затылку раз в пять в жизни точно. Первое — нужно убедиться, что ветка мастер. Если вы делали какой-то, не знаю, экспериментальный патч и забыли переключиться, нажали npm publish, у вас улетит экспериментальный патч. Злые пользователи, не знаю, упавший production у кого-то, такое бывало. Посмотреть, что нет новых коммитов в upstream. Такое со мной тоже бывало. Если вы приняли pull request, надо его спулить. Это очевидно, но я это забывал делать. Очень часто у меня и у моих коллег бывало такое, что вы сделали команду npm install и забыли flag save. Это значит, что вы где-то в коде использовали эту зависимость, а ее в принципе не устанавливается в клиентов. И все падает. Падает production при запуске. Все в огне. Четвертый очевидный шаг запустить тесты. Если тестов много, вроде бы хорошо, а вроде бы плохо. Они выполняются долго. Часто этот шаг пропускают. Запускайте, пожалуйста, тесты. Это клево. И вот только уже пятый шаг — это поднять версию npm version. Шестой шаг — опубликовать. Все. Можно идти домой? Нет. Не запушили. Не запушили ни коммит, ни тег. Понятно, что все эти шаги можно записать на бумажку, их проверять вручную, но OpenSource-сообщество обо вас заботилось и сделали утилиту npm, которая все это проверяет. Она сносит нод-модули, ставит их заново, запускает тесты, все хорошо. Но она делает еще одну клевую вещь, о которой я говорил в начале. Она проверяет, что версия Node.js меньше шестой. Дело в том, что так случилось, что в четвертой версии npm не сломан, прилетает такой целый, не кусками, а в шестой уже сломан. Это уберется, когда все устаканится в мире npm, но сейчас тоже иногда спасает. Хорошо. Все хорошо, если у вас одна версия модуля. Вы ее опубликовали, ушли. Что делать, если у вас версий несколько? Point первый. Никогда не вызывайте паблиш, если вы перешли в побочную ветку. Здесь видно, что мы опубликовали версию 6 и версию 5. Версия 5 в поддержке LTS. Если вы просто выполните команду publish, все пользователи, которые будут выполнять команду npm install, будут получать версию 5, потому что она по умолчанию записалась в tag latest. Если вы просто укажете tag при публикации, все у вас не разломается, новые пользователи получат шестую мажорку, а старые продолжат получать патчи. Чтобы посмотреть эти теги, есть команда, естественно, npm show, потом имя пакета dist tags. Следующая хорошая практика, о которой тоже у нас в Яндексе мало кто знает, это что делать, если вы поддерживаете два модуля, а и b. И вам нужно что-то поправить в а, проверить, что что-то поправилось в б, и потом уже начать публиковать версии. Естественно, нельзя править что-то в а, публиковать, а потом скачивать это в модуле б, проверять, что ничего не сломалось, так никто не делает. Чаще всего устанавливают модуль а в б, идут в node-modules, открывают vim, что-то правят. Это тоже не очень хорошо, потому что эти правки придется переносить вам в гид. Тут npm о вас позаботился, есть команда npm link, вы ее вызываете в модуле а, она кладет на него simlink в node-modules, потом идете в модуль б и говорите, проринкуем и сюда модуль а. И все правки в модуле а, которые чаще всего это гид-репозиторий у вас на компьютере, они будут быстро долетать до b, и вы можете отлаживать b. Об этом стоит помнить и пользоваться. Секретный слайд. npm unpublish. Если вы что-то опубликовали в npm, есть способ это удалить. Есть специальная команда npm unpublish, она может удалять как конкретные версии, так и весь пакет, что случилось с leftpad. до этого прецедента вы могли удалять любой пакет. После было наложено ограничение, что если прошло 24 часа, все, пишите письмо в npm, и они, наверное, его удалят. Может быть, может нет. Хорошо. У нас был прецедент, когда мы опубликовали неизвестный, я не скажу вам, какой модуль в Яндексе, во внешней репозитории. И мы его сделали unpublish. И мы пошли спать. Через неделю к нам пришли безопасники, вызвали на ковер и сказали, а что у вас модуль опубликован? Мы почитались, вроде вызывали команду. Зашли на npm.js.org, там его нет. Оказалось, что в мире существуют очень злые китайские зеркала npm, которые скачивают модули, но не скачут команду unpublish. И в данном случае нам повезло, вы можете скачать бинарник команду cnpm, почитать как npm, и сделать unpublish. Все, модуль исчез, вы его там не найдете. Но никто не гарантирует вам, что не существует приватных зеркал таких, и ваши, допустим, какие-то токены и пароли не улетели другим людям. Так что будьте ответственными, не публикуйте токены. Вроде бы весь цикл мы прошли от создания пакета, поднятия версии, публикации, запуска тестов. Оставилось у меня 5 минут, на сладкое расскажу вам о файле npm.rc, который содержит дефолтные конфиги для npm. Он тоже не такой очевидный, как кажется. У него есть очень полезные опции, которые, ну, рекомендую, не рекомендую, но у меня написано. Первая опция — это cache min. Дело в том, что npm, ну, имеет свой кэш, и проверяет он его очень часто. Каждые 10 секунд он ходит и проверяет в режиссере, не появилась ли новая версия. Это очень замедляет установку пакетов, поэтому здесь стоит выставлять цифру побольше, если у вас, допустим, интернета нет, и тогда у вас будет работать установка из кэша. Вторая опция — убрать дебаг-вывод npm, если npm run выполнится плохо. npm любит очень писать в консоль, и он там напишет, напишите письмо владельцу модуля, что-то пошло не так, это все нафиг не надо. Ставьте silent и все, живите спокойно. Третья опция — progress false. Она очень актуальна для npm третьей версии. Она убирает progress bar. Зачем? Она ускоряет установку пакетов вдвое. Сейчас это уже чуть-чуть поправили, вы получите процентов 10-20 к ускорению. Раньше это было очень актуально и вызывало, по крайней мере, волосы сатоши шевелились у меня от этого. Еще две команды для тех, кто хочет спокойно спать по ночам или работает в банке — это save exact true и ignore scripts. Save exact сохраняет версию пакета без крышки точную, и вроде бы вам уже не надо использовать shrink-up, но надо. И вторая команда — ignore scripts, которая выключает выполнение хуков на установку. Дело в том, что в этих хуках может быть написано все, что угодно. rmrf slash, все, привет, влю. Теперь точно все. Спасибо. Вопросы? Денис может кричать с места. Ты сказал, что у вас много пакетов в Яндексе внутренних, и вы используете версии. А вот всякие гуглы в фейсбуке говорят, у нас есть мастер, и все, мы из него работаем. Вот как раз команда npm shrink-pack, она как бы эмулирует вам Google в вашей компании и выкачивает эти пакеты в мастер, и вы их туда пушите. Это лучше, чем складывать просто node-modules, потому что там targz-шники, они бинарные, и в диффах они будут выглядеть более-менее понятно. Просто файл поменялся, не надо там, нет, дифф-кода, который поменялся. Используйте, будет вам почти Google. Нет, они говорят, что все наши пакеты, они в мастере, и мы не занимаемся версионированием. Но это же дополнительные расходы в версии в плане поддержки. Когда поднимать и так далее. Ну понятно, да. И в фейсбуке так же. Тогда я немножко не понух, да, есть такой подход. Вопрос. Какую проблему вы решаете версионированием кучи пакетов? Какую мы проблему решаем? Сниму кучу пакетов. Эти пакеты могут использоваться вне нашей компании, и мы сильно вкладываемся в open source. Допустим, мы развиваем HTTP-библиотеку God, и люди могут не использовать один репозиторий и ставить это как бы локально. Для них, в частности, версии важны. Вот. Даже в Google версии, наверное, используются. У них есть мастер, у них есть голенг. И я, конечно, сам не работаю, но у голенга есть пакетные менеджеры, которые используют версионирование напрямую. Соответственно, наверное, они не зря появились. Я попробую кратко, просто у нас в ML.ru тоже есть такое. Вы делаете какой-то продукт, собираете релиз. Релизный цикл длится три недели. В момент релизного цикла, проект, ну, пакет, который пошел в этот релизный цикл, могут быть баги. Его надо поправить теперь и собрать проект. Если вы вдруг в этот момент начнете опять все собирать, релизный цикл надо стартовать с нуля. Вот для этого нужны версии. Нужна самая большая причина. Спасибо. Спасибо за доклад. Вопрос такой, как новичка, может быть, немножко. Есть такой же пакетный менеджер Bower, который был, скажем, не знаю, сейчас уже, по-моему, не сильно популярен, у фронтенд разработчиков. Я недавно читал статью, что говорят, что Bower все, все переходят на NPM. Раньше там были проблемы с тем, что как ставить на всякие фреймворки CSS-овские, то есть когда на фронтен это нужно потащить. Как вот сейчас в NPM этот вопрос решается? То есть правда ли то, что все, большинство переходят на NPM? Ну, то, что переходят, а просто есть такой тренд. Есть специальный issue в Bower, и там официальный тетр разработчиков такой, что если вам не нужны специальные фишки Bower, используйте, пожалуйста, NPM. Это первая часть ответа. Ответ не мой, я просто разместил. Вторая часть, что делать, если у вас, допустим, фронтенд части. Есть веб-пак, который очень сильно заточен на CGS-модули, и он умеет ходить в нод-модули, спрать оттуда CSS-ки, подключать их, как-то банлить из пакетов. Берешь его и живешь. Спасибо. Так, напоминаю про енотиков. Кончились енотики? А котики остались. Привет. Ты показывал в начале презентации граф зависимости веб-пака, и наверняка есть такая ситуация, что тот же лифтпад, он включен в миллион нод-модулс рекурсивный, и на файловой системе лежит тоже миллион раз. И это, наверное, не очень эффективно. Как с этим бороться? Да, я не сказал об этом. Очень важное улучшение npm2 по сравнению с npm3 и где он потерял много скорости — это автоматическая дедупликация пакетов на файловой системе. Спасибо за вопрос. Соответственно, сейчас эта проблема решена. У вас будет храниться плоский список, в лучшем случае, всех ваших пакетов в одном инстанте. Вот. Используем npm3. То есть раньше хранилось полное дерево, а сейчас это просто плоский список. Это третья версия. Не совсем. Если будут версии разные, там и будут. Ну, да. Я добавлю, что если будут все-таки разные версии, допустим, у вас версия 1 и версия 2, то они будут в двух экземплярах. То есть будут лежать версия 1, допустим, в корне, а версия 2 будут лежать где-то там, где она используется конкретно. И он будет еще перемещать эти версии между корнем и не корнем, смотря какая из них более популярна. Если, допустим, три пакета используют версию 2, то она внезапно выкатится в корень. Так что это внимание. Если кто там подключает пакеты по путям относительно, ну, допустим, ресурсы вытаскивает по относительным путям, то будьте внимательны, что у вас не всегда этот путь может оказаться адекватным. У меня неожиданный вопрос. А есть ли какие-то известные во фронт-энде проекты, которые принципиально не лежат в НПМе? То есть они разрабатываются, есть, вполне себе живут, но в НПМе их нет, потому что… Вот Google в мастере живет. Google в мастере живет, но там популярных проектов, выложенных в open source, нет. Скорее всего, таких проектов я не видел. Это либо уже устаревшие проекты, которые не дожили до НПМа, либо они непопулярны. Окей, спасибо. Мы, наверное, закончим, угорим тебя. Спасибо. Спасибо.